всем доброе утро я собираюсь завтракать мне сейчас воду привезли и придумала себе такой завтрак сейчас вам покажу вот так у меня сегодня зеленый чай а зеленый чай я заварила немного положила лаванды и так все что-то я положил розмарин по моему чуть-чуть да попробуем вот из сотворила себе такие бутербродики это вот такой и такие маленькие кусочки это блюдце не подумайте что это тарелка большая вот это хлеб овсяночка я его в тостере обжарила и положила сыр фитакса вот этот вот фитакса я обычно для салата беру сыр такой рассольный в этот раз рассольного не было вот такой взяла но кстати вкусный он как плавленый немножечко солоноватый не сильно соленый приятный кисырок вот отрезала по пластиночки сыра фитаксы и вот авокадо сверху положил авокадо кстати классный вот эти вот круглые авокадо если вы выбирать между продолговатыми круглыми вот круглый самое то он был немного мягкий но внутри прям он мягкий мягкий хорошую ты его ложкой прям так накладывала и делали вчера салат салат такой греческий и сейчас вот я с такими бутербродиками кофе с утра не пью хотя уже буду пить сегодняшнего дня начну пить кофе ну хотя вот почти две недели прошло как я кофе не пила ну и нормально себя чувствую и без кофе приятного мне аппетита и всем кто за столом всем добрый день пошла я прогуляться время уже два часа наверное прибралась немножко дома пропылесосила в общем видео посмотрела свое загрузила в общем так у меня и прошло утро как-то вот каких-то делах на улице пасмурно так но нормально парни как-то месяц крики наверно слышно даже лучи кидают и кричат здесь как бархатки завяли все уже завяла хорошо на улице 4 градуса но ветра нет прям так нормальненько пришла из магазина купила там всего-навсего хлеб овсяночка такой небольшой но так он мне нравится такой вкусненький и вал берез пришла вот это вот курага курага с виду неплохая нормально в общем чернослив уже есть можно варить компотик яблоки сами насушили и в общем и так можно есть хорошо для всех сухофрукты и с чаем и так можно да вот у меня здесь это я ее заварить замочила в горячей воде это как ее хурма хурма сушеная вот она так вот немножко я ее несколько минут подержала в горячей воде ну минут минут и три может четыре от силы и она уже мягкой можно с чаем можно так есть очень даже вкусненько но на конфетки то тянет меня девочки я уж вам говорила с конфет никуда вот чередуем чай надо чем-то пить давно не варил компот муж говорит ну можно компот пить как-то чаем вроде кофе сейчас за желательно вообще не пить ему еще тем более перед и операции огурную чашку все равно можно выпить кофе он горит нет не хочу ни чай не кофе вот какой нибудь бы компотик и без сахара прям якору как компот без сахара сахаром же вкуснее не знаю как как хочет могу ему без сахара сварить я они сладкий компот уже никак пить не хочу пришла в комнату хочу вам рассказать снова сон ну кому не нравится можете не слушать я вот люблю например сны и там слушайте верю что они не просто так снятся некоторые сны нас предупреждают о чем-то некоторые ну просто наверно как-то врутся да как-то вот цену мне вот мама снилась до накануне и 26 был день рождения но мамы кто меня смотрит знает что ее не стало два года назад почти два года вот и ну вот перед днем рождения нам не приснилось и как-то она мне вроде бы и ночью что-то снилось я как-то не не запомнила да а это вот утром но я не придала значение как-то ну приснилось про кольцо она мне говорила так она как-то пришла ну как-то она и вроде и не она вот так вот у меня такое было чувство я даже как-то от нее вот так побаивалась вот мы в день рождения съездили и на кладбище цветы я купила белые хризантемы поставили там и свечи поставили зажгли там и за заезжали в церковь тоже свечи поставили за упокой и за здравие нам в общем там служба как раз шла немножко постоял постоял я на службе вот и мне снится сон вот с 26 на 27 именно вроде бы среды на четверг сны не сбываются как-то ну не особо да вроде бы с понедельника на вторник с четверга на пятницу так как обычно говорят ну кто верит сны кто не верит у всех как бы все по-разному но все равно как-то до приз прислушиваемся при как-то все равно немножко заостряем свое внимание да как у меня муж он говорит мне вообще ничего не снится ну то ли там глубоко спит ну он валит мне ничего не снится вообще никогда не разу представьте мне одно время вообще тоже ничего не снилось как-то вот то ли может быть просто забывается обычно же снится что тогда может забывается может просто как-то вот да ну забывается а тут вот этот вот сон который мне приснился 26 на 27 и я проснулась от звонка будильника именно вот мне сон снится я будильник меня разбудил и у меня все вот это я помню в общем снова про мама да как будто как будто бы мы в нижнем новгороде живем вот как раньше она в заволжье да и я договорились мы вроде бы с ней ну так как по сну я поняла договорились в магазин ехать то есть она приезжает я ее на автобусе ну на автобусе встречая нас подсаживается ко мне и мы едем вот вроде бы вот автобус да я в автобусе она должна подойти и я все смотрю 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 нет ее а потом вниз так вот на ступеньку смотрю батюшки мама стоит и она такая вот с хорошей прической так вот у нее кудри так вот она все время за волосами ухаживал не волос хорошие были вот и так но одет так свежо выглядит ну как как будто лет на 15 назад вот как вот она выглядела такая ой говорю мама я тебя не вижу надо нет вот я это здесь ну как чего на ступеньках стоять давай в заднюю дверь это и мы с ней вышли она побежал в заднюю дверь зашла туда и там вроде бы входим вроде бы и не автобус а какие-то как вот эти вот какие-то квадратные стульчики стоят она съела так она горта ты тут садись ты там садись вот она я на другой стороне села не с ней рядом а на другой стороне села вот и она мне говорит вот ведь у меня был день рождения так мне подарила вот и называет мне имя вот ленка но я назову это имя дафа и фамилию вы понимаете я вообще они знаю что она когда-то жила в этом подъезде но ее уже нет здесь они давно квартиру продали где-то они в другом месте живут что про нее чего я даже и не знаю и вообще и она вот а у меня именно ленка запомнилась вот так вот имя а фамилии то я потом долго вспоминала когда сон то этот вот с прокручиваю вспоминаю и вот мне же она вот это вот все время чего-то на день рождения то дарила приносила я говорю дразве она никогда ей ничего не понимаете она ей никогда ничего не приносила вот она горит мне вот деньги принесла на 8 говорит себе нет нету зачем возьми себе я а я обычно у нее деньги никогда не брала я всегда как-то со старалась ей наоборот что-то дать какие деньги там не это самое а тут я говорю ну давай я нам не дает вот так вот скрученную бумажную купюру похожую как на 2000 наш такая на голубенькая и я ее потом смотрю на как стараюсь в кошелек ее засунуть она какая-то уже и длиннее вот это вот купюра и я потом ее разворачиваю смотри смотри думаю что за за денежка то такая и смотрю на нее а там ну тогда такая голубенькая до напоминает 2000 но там не 2000 написано а 3600 понимаете 3600 и главное ну не так такими вот буквы а вот цифры такие какие-то ну красиво красиво написано 3600 я говорю мама что это за денежка она как денежка у нас такие вот денежки новые новые ты разве не знаешь так нет говорю конечно откуда я могу знать у нас горы нет таких денег вот ну и я начала в кошелек она меня не убралась это денежка я какой-то конверт достала беленький конвертик и начала у меня там какие-то ну-ка кит квитанции ну не поймут что то там такое и я стала туда эту денежку положила вот и на этом телефонный звонок я проснулась но я конечно посмотрел думаю чему такой сон снится что нам не деньги дает посмотрела ну наоборот что все все исполнится что такое как вы хотите к благополучию в общем к чему-то хорошему если вам что-то вот умершие ваши там родственники что-то дает тем более там мама что-то дает вам то это хорошо ну я уже так успокоилась ну а тем более сон вот как среда на четверг ну вот так я ее ясно видела и вот последнее время уже давно она мне не снилось как-то все и вот перед днем рождения она мне приснилось и вот после в ночь то есть вот так вот все таки наверное их души все равно как бы присутствует и берегут нас кто-то да кто хорошо к нам относился или же наоборот если мы что-то не делаем или плохо делаем то тоже как-то это все они пытаются нам сказать но я еще прочитала если ваши умершие родственники что-то там делают во сне плохое но не вам а вообще какие-то нехорошие поступки совершают то они вас предостерегают чтобы вы так не делали именно они вам говорят чтобы вы так не поступали вот если они что-то делают плохо ну так вот как ну то есть если что-то вам дают это то хорошо и потом а вот 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 чего она мне денежку дала я с ней разговариваю еще думам она вы знаете как будто она с кем-то там она уже на меня не смотрит я говорю мам ты чего ты с кем разговариваешь то куда смотришь то она меня как будто не слышит вот как будто вот как будто за стеклом вот так вот и она там с кем-то разговаривать какими-то двумя женщинами которые тоже на этих стульчиках там сидят и вот что-то я даже не слышу что она говорит и она смотрит уже даже не на меня она на меня вообще внимание никакого не обращает вот такой вот мне приснился сон так что вот девочки но все равно вот интересно да как то что-то снится потом вот это все перебираешь не там еще что-то снилось какие-то что-то как-то что-то она делала там какие-то вот эти вот события больше я никого не видела но вот вот так вот ну то есть если вот она так вот еще дает мне деньги значит у нее там все хорошо все все нормально ну вот как говорится мы молимся за них чтобы их грехи простили да и даровали даровали им царствие небесное да но и просим их чтобы они за нас молились чтобы у нас тут было все хорошо и здоровье и долго долго бы мы жили на этом свете и чтобы все у нас было хорошо вот так вот поговорили немножко по душам а вам снятся какие-нибудь вещи и сны бывают какие-то сны вещи и да что-то вот приснилось и что-то сбылось вот например или ну что-то вот предостерегала вас а вы например не ну как бы не прислушались и не обратили внимание на это и что-то такое произошло вот может у кого-то плохое может у кого-то хорошее напишите может быть что-то у вас такое было но вообще сны это вот интересно смотришь как фильм вот иногда смотришь просто как художественный фильм цветной я вам снятся цветные сны смотришь ikke я и